ну вот сегодня опять запланированная программа дала сбой то есть первоначальный план накрылся медным тазом пользуясь этой ситуации для того чтобы совершить еще одну прогулку и как это не будет удивительно снова с южной подстанции снова на елизавете но сегодня пойдем совсем другим маршрутом сейчас находимся неподалеку от моего дома на елизавете мы направимся сегодня вот таким вот очень экзотическим маршрутом весьма живописным весьма интересно мы начнем с того что мы оказываемся перед необходимостью пересечь железную дорогу смотрим на мост который вот совсем недавно помогу только чуть ли не осенью сдали до этого здесь переходили дорогу прямо через пути собственно говоря большинство население именно так и поступает мостом почти никто не пользуется что в общем вполне легко объяснить ну вот весьма редкий случай когда на стол все-таки кто-то воспользовался не частое зрелище вообще здесь находится та самая станция керамик про которое как-то раз уже упоминал именно сюда приходит городская электричка это ее конечная станция вот но мы с вами попремся на мост хотя бы ради того чтобы насладиться открывающимися с него зрелищами вот мы вполне серьезно попремся на этот мост хотя обычно народ поступает вот таким вот образом все гораздо проще электрички в данный момент нет она еще не пришла вот и мы поднимаемся на мост ну скажем так для меня это большие проблемы конечно не составляет некоторым этот маршрут конечно категорически не нравится легко догадаться правда вот мы на мосту а те кто им не пользуется в общем данные виды конечно мало интересуют вот такой вот дивный вид на железную дорогу а там вот зарослик собственно говоря вот и располагается сама станция керамика признаться за долгие годы с перерывами которые я здесь прожил в этом районе ни разу не был внутри довольно слабо себе представляю что эта станция вообще является собой ну а виды конечно вполне объяснимы а там уже начинается Елизавет мой дом вид с моста сплошная промышленная зона когда-то на заре моего обитания в этом районе здесь был огромный пустырь и карьер из которого добывали песок карьер этот был полностью затоплен водой и пацаны бегали туда купаться вот здесь все это застроили застроили достаточно обширный район вот что мы сегодня можем видеть отсюда вот это тоже часть нашей зоны обитания поскольку прямо над нами летают самолеты в Кольцово ну и из него с откроется какое-то вот интересное такое очарование присутствует вот в этих железнодорожных путях с такой высоты напоминает железные дороги производства ГДР были такие дивные игрушки которые в нашем детстве пацаны мечтали иметь но далеко не всем это было доступно ну а виды промзоны в полном соответствии так сказать с нашими представлениями с нашим устоявшимся бытом вот у нас такие интересные бывают вещи когда пройдешься по мосту еще один это он идет на посадку это он идет на посадку так покидаем мост покидаем мост теперь мы уже практически на стороне элизавета и наш маршрут сейчас пойдет вот такому вот интересному переулочку не пойдем по дороге ну а нафиг а здесь спортсная дикость руки надо беречь со всех сторон крапива но со временем будет и рябинка уже начинается а тут даже какие-то торговые точки присутствуют вот елки-полки я их и не помню здесь но вот что-то есть такое цивилизация повсеместно проникает вот вот ну вот этими закоулками нам идти еще достаточно долго созерцая прелести промзоны Имеется даже какое-то подобие дороги по которой даже ездят как можно увидеть и даже есть что-то вроде тротуара и даже встречные экземпляры бывают очень ничего а так вот все гаражи гаражи ну вот с некоторыми элементами даже декора вот вдоль них мы сейчас будем двигаться еще достаточно долго у них сегодня заговор а вот там уже Елизавета вот мы его уже видим ну это непременный атрибут везде и здесь тоже не исключение что-то никогда не обращал внимания у переулочки даже название есть что-то никогда не обращал внимания сегодня специально рассмотрел и здесь стало быть мы идем по переулку надеюсь улице это никто не называет колхозников подтверждение мы идем именно там вернее тут вернее тут здесь у нас начинается зона контрастов вот сразу видим что все тут очень-очень по-разному кстати наверняка вот это вот направление тоже как-то называется ну вот какой прелесть можно здесь встретить в остальном в остальном зрелище довольно тягостное ну хотя собственно опять же не исключительное контрасты в полном блеске вот это тоже считается дорогой и впрочем как и везде но здесь уж по моему вообще сверх всякой меры ой ой кто идет вот вы вы будете смеяться но это все-таки улица оказывается оказывается это все она продолжается уныло и и очень пыльно ну вот для нас проявляется возможность перейти на главную улицу данного населенного пункта теперь воспользуемся этой возможностью перейдем на более приятный участок ну вот здесь уже все же как-то посимпатичнее сейчас надо полагать выйдем из двора и окажемся на главном проспекте поселка Елизавет летают летают ну вот что-то уже более близкое к вообще принятому стандарту уже становится похоже на признаки цивилизации ну вот и видимо наш выход куда мы и стремились вот вот она наша главная магистраль а вот там уже лес а вот там уже лес жители Елизаветы находятся находятся от него всего в каких-то нескольких десятках метров здесь все по-человечески и даже отчасти по-собачьей и даже отчасти по-собачьей и тоже очень зелененько вот там количество деревьев в этих старых районах конечно просто восхищает действительно создает очень уютную атмосферу а теперь стали видны все необходимые атрибуты жилого района и снова атмосфера маленького пронициального городка с какими-то такими небольшими заведениями все здесь как-то выглядит немножко игрушечно но и все конечно но основная часть дом культуры поселка Елизавета сейчас говорят здесь даже бассейн есть заточность не ручаюсь перейдем улицу в этом месте как раз нам переход этих переходов здесь кстати похоже что через 50 метров не превратили еще а дом культуры как был так и есть похоже что не превратили еще в торговый центр красоты поселка и ну и точки развлечения монастырь раньше был мужской теперь говорят переоборудован женский я помню на этом месте еще вот этот самый храм практически разрушен в состоянии там находился какой-то склад то ли химматериалов то ли что-то в этом духе вообще было конечно устрашающее зрелище но восстановлено обжито строятся и расширяются основная постройка кстати довольно старая сейчас не возьмусь утверждать точно но стойкое ощущение что это ну как минимум середина 19 века но все что напротив вполне в духе века 20 который похоже так тут и застрял по сей день все все серьезно их растащило вон еще настроили этого ничего тут не было вот это что такое вот это что такое с интересной символикой но вот это то что я говорил о проблемах выезда отсюда несмотря на большое количество транспорта вот сейчас еще не так заметно но вообще при проезде чуть дальше увидим одну сплошную пробку но вообще при проезде чуть дальше отсюда приходится долго иногда даже с серьезными заторами когда при пересечении железной дороги поток натыкается на закрытый шлагбаум тогда отсюда выезжать можно целый час ну а эту часть мы с вами уже видели правда заходили с другой стороны собственно говоря туда сейчас и направляемся ну и конечно обязательно атрибут всякого жилого поселка здесь конечно тоже присутствует но время здесь все-таки обозначается правда не совсем понятно какое какого года какого века а это вот сегодняшняя температура хлебный варел тоже кстати продает всегда замечательный свежий хлебушек я вот сейчас как раз им воспользуюсь ой ничего не получится ладно загляну через 10 минут а вот уже знакомое вам место припоминаете мы с вами здесь уже были а сейчас объясню зачем я снова сегодня сюда пришел так у нас никого нет будем проникать самостоятельно будем проникать самостоятельно надо почистить надо почистить привести в боевую готовность сейчас мы проверим насколько у нас изделие изделие в боевом состоянии проверяем так изделие работает нужно только немножко подреставрировать и почистить все именно этим мы и займемся ну вот ларяк открылся сейчас я приобрету к нему батончик христианский подулок интересующий меня батончик здесь стоит 17 рублей будьте добры подмосковные пожалуйста спасибо огромное замечательный хлебушек всем рекомендую ну вот а раз уж оказались сегодня снова здесь в такой замечательный солнечный теплый день мы прогуляемся до конца географии и посмотрим где заканчивается цивилизация вот здесь и даже есть многим хорошо известный универсал под названием под названием Монеткино вот она и практически перед самым выходом из города Ну вот ведь штука, цивилизация. Какая интересная вещь, она и сюда проникла. Вот собственно говоря, на уровне этой речки, которая называется Патрушиха, и на которой мы когда-то еще мелкими пацанами бегали купаться. Вот она и была границей цивилизаций. Здесь все заканчивалось. Дальше шел уже только дикий лес, но теперь и тут уже бог знает, что творится. Здесь построили плотину, не знаю чего добились, потому что пруд получился какой-то прямо скажем мало впечатляющий. Речка сама-то по себе была так себе, прямо скажем. Но вот что получилось в результате, это по-моему вообще за пределами добра и зла. Ни этой дороги, ни этого моста тут раньше не было, появилось это все вместе с такой вот дивной плотиной. Посмотрим на нее с другой стороны. вот как этот кошмар выглядит, душераздирающее зрелище. И здесь гаражи. Вот такая штука, цивилизация. Так что теперь уж совсем неизвестно, сколько до ее окончания топать. А вот это способ езды здесь по вечерам. Всегда так. Хорошо, что мне далеко не пешком, 15 минут хэнбэй. Долго не будут ехать. Вот так что, с сожалению, могу доложить вам, что посмотреть на конец цивилизации сегодня не получилось. Углубляться туда бы не как-то уже, я сегодня не лень. на пол. Но сейчас мы будем ходить. Увы. 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 один сидеть.